всем привет из англии меня зовут леонид ионесси этим видео я хочу дать старт новой теме на моем канале youtube а именно теме об иммиграции в канаду хотел начать данную тему уже оказавшись в канаде но так как много вопросов я решил делать такие видеоролики начать делать находясь в на европейском континенте я не знаю я не видел видео иммигрантов которые начали их делать еще будучи видно европейском континенте в своей стране либо где-то в другой стране то есть еще не оказавшись в канаде ну может быть они есть если нету давайте я начну частности я буду делиться о программе иммиграции под названием атлантическая пилотная программа atlantic immigration pilot program почему потому что именно по этой программе мы с семьей с женой и с детьми попадем в канаду и мы уже в процессе поэтому я буду делиться из личного опыта остальные программы я знаю так скажем так умозрительно но вот эту программу я знаю из личного опыта считаю данную программу иммиграции это мое личное скажем так мнение им ху если не самой легкой то одной из самой легкой программе программы по иммиграции и конечно другие скажут что это не так есть другие программы ну все обо всем по порядку и я думаю что квалификацию на эту программу она достаточно доступная для многих кто отчаялись уже идти по другим программам и так давайте мы перейдем к нарративному повествованию привет поехали итак дамы и господа атлантическая пилотная программа по иммиграции в канаду она конечно же относится в первую очередь к и атлантическом или не только первую очередь но иск исключительно к атлантическим провинциям таким как нью-браунсвик новоскоша нью-фаунден лабрадор принц эдвард и я как и говорил считаю что это очень легкая программа для иммиграции если только вы найдете job offer в одной из этих провинций почему я считаю что то легкая программа иммиграции ну потому что вот посудите сами проходной балл по английскому 4 то есть нужно иметь айлс на уровне 4 это ну это очень 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 низкий балл средства на главного аппликанта нужно иметь 3 700 канадских долларов примерно если не ошибаюсь и на каждого члена окажется по 700 вот на нас четырех членов семьи нам нужно где-то пять с копейками тысяч канадских долларов это очень доступно вы сравните например с экспресс-энтри с другими программами и вы поймете что там в четыре в пять раз больше итак дамы и господа с чего мы начали когда вы зайдете на сайт на официальный сайт правительства канады и посмотрите на эту пилотную программу иммиграции вы немножко растеряетесь потому что там очень в принципе так туманно описано описано условия там непонятно как бы с чего начать потому что если вы прочтете изучить а это вам настоятельно рекомендую то вы поймете что все начинает двигаться от работодателя все пляшет от работодателя вот если вы вас работодатель заметить и вам сделать job offer тогда как говорится вы в шоколаде вы пойдете по этой программе кстати в скобках это это пассажирский паром он идет от нашего острова айл оф уайт из кауса именно кауса как они говорят здесь они а он идет на main land то есть на главную английскую землю вот вдалеке вы можете наблюдать там есть и грузово грузопассажирский паром он называется red funnel он именно для автомобилистов и он идет из из кауса то есть из восточного кауса так я закрываю здесь скобки и иду дальше по нашей программе как мы оказались как мы оказались процессе иммиграции в канаду и это очень радостная новость для нас потому что мы очень долго пытались и безуспешно дамы и господа если вы из таких как мы которые почти отчаялись но все таки не перестали верить и не перестали двигаться в сторону канадской мечты то тогда прислушайтесь к тому что я скажу сейчас понимаете у нас был бизнес в стране но я в другом ролике скажу почему мы иммигрировали но у нас начались и какие-то сигналы что нам пора уезжать и мы начали мы давно об этом мечтали и вот у нас мечтали но никак не получалось в молдове я родом из молдовы мы все родом из молдовы жена просто на украинка русская я сам молдаванин так вот мы как-то очень сильно хотели но как-то у нас не никак не получалось мы что-то там пытались пытались искать и узнавать наши легибилити по программе экспресс-энтри но все время выдавалось что мы мы не мы не набираем количество баллов и я вам скажу что я так и не создал профиль экспресс-энтри потому что меня спрашивали многие вот вы эмигрируете по программе по атлантической программе у вас есть профиль должен быть профиль экспресс-энтри нет я не создавал и мне до сих пор вот за все эти годы сколько мы мечтали это это сколько у нас почти пять лет мы как бы начали мечтать и бредить скажем так даже о канаде мы так и не создали поэтому для атлантической программы в принципе этого и не надо вот по моему опыту мы 2015 году мы иммигрировали всей семьей в соседнюю румынию потому что у меня румынский паспорт у детей румынский паспорт то есть румынское гражданство у нас и мы думали что оттуда будет легче иммигрировать в канаду потому что это все-таки страна евросоюза и так далее даст 2000 с 1 декабря 2017 года мы с румынскими паспортами можем ехать в канаду без визу на 6 месяцев до без визы но мы там не можем не работать не учиться мы там просто идем как туристы это как туристическая виза для остальных это потому что мы граждане европейского союза так вот мы в румынии мы в румынии пошли к консультанту так скажем иммиграционному консультанту румынскому который сотрудничал и якобы с адвокатами сторон то прямо с канадским адвокатом почему я пошел на это потому что в котором некотором роде я уже отчаялся у меня ничего не получалось и там было не сейчас есть много количества информации и я я я растерялся я немного испугался хотя процессе иммиграции в румынии получение там гражданство освоение в румынии так далее я все делал сам без никаких посредников и мог бы догадаться из канады но мы думали что мы заплатим и у нас все это ускорится и так далее почему то мы думали что он нами job offer найдет но мы еще как бы не до конца понимали что и как так вот мы оставили этому консультанту 2500 евро и попрощались с ними но зато получили заряд мотивации почему попрощались потому что он сказал что вот у нас были сроки мы должны были в эти сроки вложиться с весом то есть оценкой дипломов и дипломов об образовании мы должны были вложиться еще с оценкой по айлсу и так далее то есть мы мы уложились с весом в сроки но нам дал там два три месяца если вы что вы поняли о чем речь мы заплатили ему в сентябре а где-то в январе должен был истекать условия на вести должны были стекать условия нашего контракта так вот ну оказался не очень чистоплотным этот иммиграционный консультант мы мы что делали вот мы с каким английским у нас был на тот момент мы прямо пошли и сдали айлс то есть я не брал учителей я не был не брал там профессоров не брал специалистов я изучал английский в лице изучал английский в университете жена изучала его в школе я еще читал какие-то статьи и так далее и мы заплатили мы поехали бухарест мы уже жили в румынии это был в 2016 году в декабре мы заплатили за айлс мы сдали вот как он был хотели узнать нашу оценку наш уровень и вот без подготовки скажем так какой-то я лично подготавливался конечно но без какой-то подготовки со стороны специалистов или со стороны специально с помощью специальных курсов я сдал на 5 и 5 жена сдала на 3 ну вот такие у нас оценки были и когда мы это увидели мы поняли что нам нужно улучшить английский и что нам наш иммиграционный консультант не поможет потому что в принципе если вы все делаете сами и оценку дипломов и хороший хороший у вас балл по английскому и сами начинаете разбираться то вам принципе иммиграционный консультант не нужен но по большому счету там в принципе в канаду едут люди с высшим образованием большинство так что если у вас есть высшее образование то я думаю вы во всем можете разбираться сами но конечно же если хорошие иммиграционные консультанты так вот мы какой следующий шаг предприняли для нашей канадской мечты мы решили потянуть английский заработать еще и денег и решили поехать приехать в англию на заработок сначала мы решили поехать сами без детей а потом просто эмигрировали в канаду в англию в 2000 ровно год назад примерно мы эмигрировали в англию и мы подумали что на всякий пожарный сделаем здесь пмж освоим здесь новую профессию но будем как бы идти к канаде но если канада не получится то мы останемся в англии тем более что у нас в англии были друзья которые принципе очень близки к нам и мы к ним и поэтому мы мы что сделали мы начали зарабатывать деньги и начали изучать английский когда мы приехали в англию вам скажу что то что мы начали слушать английский это было вообще как какой фонетический шок или как сказать лингвистический шок потому что мы ничего не понимали практический вроде вроде бы я читал статьи ну одно читать на другое слышать разговорную английскую речь я боялся говорить с И вот за год в Англии я не боюсь говорить с англичанами, иногда даже забываю, что я говорю по-английски. То есть ухо привыкло к английской речи, и это очень хорошо. Мы заработали денег, мы подняли, потянули наш английский, и мы еще освоили новую профессию. Понимаете, вот здесь в Англии я сам маркетолог, менеджер по продажам, финансовый консультант, еще и трейдер, но это все как бы не котируется в Канаде. Поэтому мы здесь в Англии еще и освоили новую профессию. И так вот, мы приехали в Англию в феврале, в 2017, и в конце февраля мы узнали об атлантической программе, она в принципе в марте 2017 и запустилась. То есть она практически работает только год. Это пилотная программа, как вы поняли из названия, и она на три года, то есть год уже прошел, еще два года как бы. И там все, мы как бы изучали, я начал изучать форумы, начал просматривать видеоролики в Ютубе очень много, изучать тематические страницы в соцсетях и так далее. И я понял, что мне нужен джоб-офер. Я начал это искать, создал профиль в LinkedIn, и вот примерно год я безуспешно искал джоб-офер. И как бы вроде, и искал по своей специальности в принципе, по агентам по продажам, менеджерам по продажам. Я в свое время был и начальником отдела продаж, и свой бизнес вел и так далее. И не было никаких позитивных откликов из Канады. Были одни отказы, либо в основном просто молчание. Потому что ты находишься за океаном, как бы, и для чего работодателю такие головные боли. То есть он должен LMA создать для тебя, он должен доказать там, что он не находит работников на канадском рынке. У него головная боль, очень большая головная боль, чтобы тебе привезти из океана. То есть ему как бы легче этого не сделать, на самом деле. Поэтому я не находил. Я не находил и не нашел. И вот где-то осенью, прошлой осенью, то есть в 2017 году, я наткнулся на такое явление, как выездные сессии. И как бы я одних знал, но я как бы их не использовал. И я начал использовать в основном, я так понял, что выездные сессии делает провинция Нью-Браунс. И остальные атлантические провинции, они делают, как я понял, онлайн сессии. Ну вот я начал отправлять тоже CV, тоже резюме по моей специальности, участвовать в этих сессиях. Я был готов поехать на край света, чтобы участвовать. Хоть в Лиму, хоть, я не знаю, на Филиппинах, хоть где-то в Малайзии. Где еще? Ну я вот и отправлял в Брюсселе, в Лондоне, во Францию, в Париже, в Дублине и так далее. И везде тоже получал отказы. И почему-то я подумал, что я должен отправлять только резюме свое, потому что у меня английский более или менее сносный. И я вписываюсь в те критерии, которые выдвигает атлантическая программа. Так вот, потом, когда я понял, что мне везде отказывают, то даже не отвечают, то есть даже на сессии не приглашают, даже на интервью. Потому что на сессии выезжают эти миграционные офицеры из того или иного правительства, да, той или иной провинции Канады. И выезжают даже работодатели, то есть некоторые, как минимум HR менеджеры, которые как бы работают на этих работодателей. И я подумал, давайте после очередного провала, очередного молчания, скажем так, я решил, я отправлю себе резюме жены. И вы знаете, я отправил резюме жены и сразу откликнулись. 11 декабря, если я не ошибаюсь, была выездная сессия провинции Нью-Браунсик в Киеве. Я говорю, что мы находились в Англии, но мы были готовы поехать в Киев из Англии. И буквально в начале декабря я это резюме отправил, и буквально за неделю или за 10 дней нам жене пришло приглашение, что ею заинтересовались. Ей заинтересовались, это был фуд менеджер, если я не ошибаюсь, им нужны были. Ей заинтересовались и выслали приглашение. Так вот, если вы помните, в начале декабря прошлого года начались большие такие снегопады, и они даже накрыли и Англию. Где мы живем, здесь снега нет. То есть мы когда, мы купили срочный билет в Киев, мы заплатили цену за это, мы сели в машину, взяли паром. И когда мы отправились, у нас не было снега, у нас был дождь, но и в Киеве, и по всей Европе был циклон, и в Англии тоже. Вот севернее Винчестера, в сторону Лондона, потому что мы взяли билет Лондон-Киев, в сторону Лондона началась метель. Была метель в Англии, в Лондоне и так далее, в Лондонской области и центральной области Англии. Это было что-то с чем-то, мы первый раз в этом году увидели снега. Так вот, мы приехали в аэропорту, кажется, в Гэтвик, и нам сказали буквально за час, мы зашли в аэропорт, мы зашли в аэропорт, или за два часа, ну не помню, не важно. Мне суть, нам сказали, пришло смс, что рейсы все, рейсы отменились, и в Будапеште, и в Бухарест, и в Киев, и так далее. Все рейсы отменили, и мы извиняемся, но рейсов нет, вы можете подождать на второй, третий день, на следующий. Но у нас, мы если взяли билеты в срок, мы должны были с работы отпроситься здесь, поэтому у нас в понедельник была сессия, жена вылетала туда, мы должны были вылететь туда в воскресенье вечером, то есть в 6 часов, она должна была оказаться где-то в час в Киев, а в 9 с половиной часов утром в Киеве у него должно было собеседование с работодателем, уже должно быть интервью на месте. И вот мы из аэропорта написали письмо нашему HR-менеджеру и сказали, послали подтверждение пруфа, что вот рейс отменили, мы можем другое взять, но мы уже не попадем на эту сессию, вы можете как-то нам устроить интервью по скайпу. Оказалось, что в Киев в тот момент не приехало много народа, то есть не только мы попали в метели и не смогли прилететь, приехало достаточно много народа, и нам пошли навстречу, нам сказали, мы можем вам устроить интервью по скайпу. Интервью по скайпу должно было состояться перед Новым годом, оно не состоялось, оно состоялось в начале вот этого года. Интервью, когда мы, у нас, нам отменили интервью вот в декабре 2017, то есть отложили его на январь 2018, жена попросила, говорит, а вот мужу, рассмотрите, пожалуйста, и кандидатуру мужа, потому что вот те джоб-оферы, которые, ну не джоб-оферы, а предложения, предложения, которые вы нам выслали, в принципе, муж тоже может на них устраиваться, у него есть квалификация, у него есть еще лучший английский и так далее. И тогда мы договорились с ними, что проведем интервью, они проведут интервью с обоими, с нами, и с женой сначала, а потом и со мной. Ну так в процессе получилось, что я оказался мэн-эппликантом. Я оказался мэн-эппликантом, и вот она сказала, вы интервью прошли, мы вас устраиваем, там в Сан-Стивене, на фабрике, и вас, и вас, и жену устраиваем. И благодаря тому моему опыту, который я получил в Англии, я смог, могу устроиться как машин-оперейтор в Канаде. И говорит, мы в скорости вышли в джоб-офер. Буквально через неделю мне выслали джоб-оферы, уже подписанные работодателем, с ожидаемой датой начала работы, это было 1 мая, и есть 1 мая. И я подписал, заполнил, отправил обратно, отсканировал, отправил обратно. И следующий шаг, вот после джоб-офера, подписанного и мной, и работодателем, следующий шаг – это составить сэтлмэн-план. Но если по другим программам сэтлмэн-план вы должны составить сами как-то, тут все уже работодатели и местные правительства, местные организации делают для тебя. Они как бы заменяют все эти миграционные адвокаты на месте, или консультанты. Но они еще лучше, потому что одна из них – это по HR-у джоб-офер, другая из них – сэтлмэн-план. Вот мы, опять же, прошли интервью уже с этой девушкой, которая с грузинскими корнями, и которая тоже знает русский язык. Мы создали сэтлмэн-план, и вот после этого мы сейчас, после сэтлмэн-плана, на следующей неделе, наверное, мы сделаем эндорсмент. Эндорсмент мы должны получить от правительства Нью-Браунсвека, и вот сэтлмэн-план, джоб-офер, эндорсмент, и плюс наши документы. Мы должны отправить в федеральное правительство, как я понял, и получить temporary work permit. Но в течение 90 дней после этого, 90 дней не позже, мы должны получить PR. Но мы по work permit поедем в Канаду, чтобы мы не дождались. Мы должны получить PR уже. Мы подадим на PR, скорее всего, еще будучи здесь, а PR получим там на месте. И permanent residence, я имею в виду, для тех, кто не знает. И вот таким образом мы окажемся в Канаде, мы уже находимся в процессе. И я вам скажу, 5000 с копейками долларов, английский 4 нужен, понимаете. Джоб-офер, и от этого все пляшет, от этого все идет. Тебе и помогают, и устроятся там, и освоятся, и сэтлмэн-планы, и работодатель, и они дают эндорсмент, и так далее, чтобы ты получил PR. Это все очень классно. Меня переполняют эмоции, извините, если я так немного выпалил на вас всю эту информацию, просто вылил. Но я очень рад, потому что мы в какой-то момент просто отчаялись. Отчаялись в какой-то мере, но не приставали действовать. Дети наши хотели, они верили, они молились. И вот у нас получилось, и получается, что мы окажемся в Канаде. Дамы и господа, на этом, я думаю, все. И так слишком долго. Я создам потом видео, как я получил Джоб-офер. Вот поэтапное вот такое видео. Тема-таки такой прикладное, такое прикладное видео создам. Джоб-офер, по Джоб-оферу, по сэтлмэн-плану, по эндорсменту, по визе, по пиару, по иммиграции. Вот отправляется, кстати, Red Funnel. И я это все создам. Задавайте ваши вопросы, я смогу, я отвечу. Сейчас мы, конечно же, находимся в такой суматохе, потому что мы в следующую субботу уезжаем в нашу Румунию, оттуда и поедем в Канаду. То есть мы, в принципе, жена еще остается здесь работать, но мы уезжаем, чтобы там квартиру нужно продать, машину нужно продать, документы нужно. И, кстати, вот к нам пришло вот это чудо, потому что мы считаем это новогодним чудом, то, что случилось с нами. Это новогоднее чудо в виде вот этого процесса иммиграции. Но мы были готовы со всеми документами, с английским. Мне даже не нужно перезадавать IELTS. Если, конечно, я сейчас дам IELTS, у меня будет хороший уровень, понимаете? Но мне 5,5 хватает, и там два года действительно IELTS, то есть до декабря он еще действителен. То есть, понимаете, возможность стучится, но не все ее слышат. И нужно быть готовым. У нас получилась мотивация, когда мы дали впустую 2500 евро. Это помимо других расходов на дорогу. Но у нас были документы, буквально вот ВЭС попросили, и жены ВЭС. Вес жены буквально был готов, уже 18 января мы получили уже репорт, доклад. А я получил ранее, у нас были готовы документы, у нас были готовы деньги, у нас было готово английский. И у нас, в принципе, мы все готовы для иммиграции, потому что у нас будет уже третья иммиграция. Первая иммиграция в Румынию в 2015, 2017 иммиграция в Англии. И вот в 2018 будет иммиграция в Канаду. То есть, друзья, если я вас не распугал своим потоком речи, информационным потоком, если вам нравится это видео, ставьте лайки, делитесь, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал. И давайте спрашивайте, я буду готов вам отвечать на вопросы. И я всем желаю, чтобы наши мечты стали реальностью, и чтобы мы шли к нашим мечтам до конца. Вы знаете, как в той поговорке, если не можешь бежать в сторону мечты, просто иди. Если не можешь иди, просто стой на месте. Если не можешь стоять на месте, просто ляг и в сторону твоей мечты, ну, немного ляг, потом вставай и делай дальше. Это я уже от себя добавляю. Верьте в свою мечту, поверь в мечту и в путь. Знаете, как в той песне. И все будет хорошо. Даже вот, я вас хочу вдохновить, даже в нашем запущенном случае, мне вот в феврале будет 38, жене в августе будет 35. Мы уже не молодые, как говорится, не первой свежести. У нас нет денег так, чтобы можно было поехать по другим программам, допустим, как бизнесменам, или как фермер, self-employed. Мы, у нас, мы не эллигибели по экспресс-энтри, но вот мы едем в Канаду. То есть, в принципе, эта пилотная программа просто, просто дар божий. Всем спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Следующую субботу, вот мы так, на машине с детьми, мы поедем сначала на Майнленд, потом до Дивона, и из Дивона уже в Донкерк или в Кале, и потом в Париже, в Францию. Если получится, я сделаю какие-то видео, вот уже мы хотим 10 дней исколесить Европу перед тем, как уехать в Канаду. Поедем через Францию, Италию, Австрию, Венгрию. Так что, будьте на связи.